Привет всем, кто меня смотрит! Сегодня я хочу снять для вас небольшой обзорчик на мою новинку. Совсем недавно я получила в подарок вот такую вот красивенную палетку марки Sephora. Надеюсь, вам будет видно. Или Sephora, не знаю, кому как нравится. Смысл в том, что еще, наверное, до Нового года я увидела эту палетку в обзоре у глубокоуважаемой Адель. И, соответственно, вот несмотря на то, что отзыв Адель был совсем нелестным об этой палетке, мне все-таки хотелось ее, конечно же, всеми возможными способами заполучить. Но, скажу вам честно, в России цена на эту палетку кусается. Она в магазине Ильдеботе сейчас, по-моему, представлена по стоимости от полутора тысяч и выше. И, соответственно, ну, дороговаста, на мой взгляд. Но мне посчастливилось получить ее в подарок и, соответственно, делюсь с вами своим мнением. Должна сказать, что, несмотря на то, что я давно мечтала об этой палетке, все-таки я немного разочарована. И вот, собственно, в чем заключается мое разочарование. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам расскажу. Начнем с того, что из приятных качеств этой палетки, конечно же, ее оформление. То есть вот здесь вот она на магнитике. Такая вот красота. Очень, не знаю, мне очень нравится оформление. Ее приятно держать в руках. Она выглядит дорого, внушительно. И я сейчас не просто так снимаю видео без какой-либо дополнительной подсветки и так далее. Цель, в общем-то, моя – донести до вас максимально достоверно все оттенки вот этой самой палетки. Начиная с ее вот этого оформления. Значит, выглядит она вот таким вот образом. Дальше. На поверхности, соответственно, этой палетки здесь у нас вот такое вот зеркало большое. Вот это огромное, я бы сказала. Здесь, конечно, есть аббревиатура марки Sephora. И здесь у нас вот такая вот пленочка с так называемым обозначением, я бы сказала, да? С обозначением вот этих вот самых оттенков. Значит, здесь у нас хайлайтер. Хайлайтер. Здесь оттенки теней. И здесь, я думаю, вам видно, айлайнер. То есть, это подводка. Также в комплект у нас входит вот такая вот кисточка и карандашик. Ну, собственно говоря, на упаковке тоже есть информация. То есть, вот так вот это все выглядит на обратной стороне. Есть обозначение и так далее. Итак, приступим. Начнем мы, наверное, с того, что... Как бы мне вот так вот положить-то, чтобы было удобно. Хотя нет, наверное, вряд ли здесь... В общем, начнем мы с того, что тени. Как вы можете видеть, камера нисколько не искажает оттенки. В палетке присутствуют как матовые, так и такие вот сатиновые, я бы сказала. Не шиммерные, но сатиновые оттенки. Здесь у нас база для теней. Здесь у нас вот эти вот два хайлайтера. Это такой розово-коричневый какой-то оттенок. Очень красивый, мне нравится. Это такой, ну, не знаю, даже какой-то слегка в желтинку какой-то лимонный оттенок. Здесь у нас коричневые, сатиновые. Здесь два матовых абсолютно оттенка. Мне, кстати, вот это еще очень нравится. Здесь снова сатиновые и это подводка. Давайте, наверное, все-таки начнем с приятного для меня. Потому что я буквально влюблена вот в эту кисть. Очень она мне нравится. С обратной стороны она скошенная. Вот таким вот образом она выглядит. Здесь вам хорошо видно. Ворс, я так понимаю, натуральный. Здесь, значит, у нас такая вот достаточно мохнатая, хотя и плоская кисть. Очень удобная, потрясающе мягкая, шикарная вещь. Просто очень мне нравится. Следующий это у нас карандашик. Карандашик выглядит вот таким вот образом. Кстати, пометуя отзыв Адель, хочу сказать, что мне лично карандаш понравился. Адель говорила о том, что он царапает века. Видимо, мне повезло больше, потому что мой карандаш идеален. Как вы видите, вот такая вот линия получается. Коричневый без намека на красный. Отлично ложится, держится целый день. Шикарная вещь, мне очень нравится. Как видите, я его также активно уже использую. Итак, наверное, приступим к оттеночкам. Вот те оттенки, которые сейчас есть перед вами. Я постараюсь сделать сводчики максимально достоверными. Начнем мы, наверное, с хайлайтера. Я думаю, так будет правильнее. Вот так вот расположу, чтобы все было видно. Значит, здесь у нас вот такой вот хайлайтер. Вот так вот он выглядит. Как вы видите, тени очень сильно пылят. Достаточно сильно. И вот таким вот образом выглядит хайлайтер. Надеюсь, видно. Сразу второй хайлайтер покажу, чтобы уж, скажем так, так вот он выглядит. И рядышком буквально, да, то есть как бы вы видите, что тени пылят. Надеюсь, вам хорошо видно. Такая вот текстура. Следующий оттеночек вот такой коричневый. Коричневый у нас выглядит вот таким вот образом. Вот так вот. Такой золотистый коричневый оттенок. Достаточно красиво смотрится. Следующий я покажу вам. Вот этот вот коричневый. Еще один, только уже потемнее. И выглядит он вот таким вот образом. Да, ну такой в красноту уходящий, мне кажется. Следующий оттеночек у нас. Это вот такой вот темный коричневый уже. Но вот, честно говоря, вот такие оттенки мне больше нравятся, потому что коричневый, если уходит в красноту, он, ну как-то, я не знаю, мне кажется, подчеркивает какой-то нездоровый блеск в глазах, мне кажется. Ну, имеется в виду, что они как-то слегка раздраженные, мне кажется. Вот такой вот коричневый. Дальше. Дальше. Такой оттеночек темно-коричневый. Это у нас матовый. Надеюсь, вам видно. Следующий мой любимый оттенок. Мне очень он нравится, для дневного макияжа, для растушевки. Но он кошмарно, плохо пигментирован, я должна сказать. Так вот он выглядит, его практически не видно. Вот, дважды попыталась нанести. То есть он годится только для растушевки. Нанести его, к сожалению, полностью на века, он практически не заметен. Следующие оттеночки. Пальчики чистенькие. Выбираем дальше. Вот этот вот коричневый. Вот так вот он выглядит. И делаем сводчик на него. Вот таким вот образом. Надеюсь, вам видно. Следующий оттеночек вот такой вот. Не менее красивый. Вот так вот выглядит. То есть вы видите, да, что как бы сейчас я пальчиками наношу. И эффект, как бы такой достаточно, вроде бы насыщенные тени, да? Вот, как кажется. Ну и подводка, я не знаю, как бы смысл есть или нет. Но на всякий случай я вам покажу, как это выглядит. И вот, ну вот сюда, наверное, нанесу. То есть вот как бы так выглядит. А теперь, что называется, фокус покажу вам. Вот я беру оттеночки. Это у нас вот такой вот кисточка, по-моему, от QVS. Тоже стерли все малейшие обозначения. Это натуральный ворс. И я хочу вам показать просто, как наносится один из хайлайтеров. Начнем с того, что вот я обычно просто набираю его. Вы видите, что тени пылят. И теперь попытаюсь вам нанести этот хайлайтер кисточкой. То есть вот так вот он, в общем-то, и наносится. То есть какого-то явного шиммера, вот, например, как здесь, ну не будет. Соответственно, все это очень и очень блекло. Ничего не видно. Думаю, с мамой это сейчас хорошо видно, да, что как бы нет эффекта. Попробуем нанести другой оттеночек. Это тоже кисть, по-моему, от DIVAGE, если я не ошибаюсь, да. Такая вот мохнатая. И я хочу попробовать нанести темный оттенок. Ну, например, мы можем вот этот, кстати, взять, да. Вот, то есть как бы, сейчас я попробую его набрать на кисточку. Вот, и вот таким вот образом. Вот, вы видите, да, как наносится оттенок. Сквозь кисть тени абсолютно не ложатся ровно. Все это вот так вот пылит. Все оказывается просто под глазами. Вот, я надеюсь, вам будет видно хорошо, насколько сильно тени все-таки пылят. То есть при любом прикосновении кистью, вот даже мы возьмем кисть сифора, чтобы уже для чистоты эксперимента, даже если я попытаюсь набрать ее здесь, на кисточку, да, я думаю, вам тоже будет видно, насколько тени просто рассыпаются. Значит, что я хочу сказать. В условиях, когда вы, например, куда-то спешите, на работу, там еще куда-то, это совершенно неподходящая палетка, несмотря на то, что она, в общем-то, называется нюдовой палеткой. С этой палеткой достаточно проблематично сделать какой-то более-менее нормальный макияж, просто потому, что на это нужно убить огромное количество времени. Это очень сложно, тени осыпаются, конечно же, макияж глаз становится проблематично выполнить аккуратно. И, да, в общем-то, и оттенки, я бы не сказала, что они прямо супер-супер-супер. В среднем палетка такая на троечку, просто потому, что качество теней просто подкачало. Из плюсов это оформление однозначно, это вот такая вот кисть двусторонняя, которая просто волшебная, на мой взгляд. Мне очень понравился карандаш, он потрясающе мягкий, его можно растушевывать. Он достаточно кремовый такой, прямо он отлично ложится даже на тени. Оттенки теней, я говорю, что для себя, наверное, не знаю, говорила я или нет, но для себя я определила единственный удобный способ нанесения этих теней, только пальчиком, не более чем. Никаким другим способом, ни спонжем, ни кисточкой, к сожалению, мне не удалось добиться передачи вот этих оттенков на глаза в первозданном виде. К сожалению, не получается. Может, я что-то делаю не так, не знаю. Девчонки, поделитесь своим впечатлением те, кто также имеет счастье обладать такой палеткой. Потому что, ну не знаю, есть у меня как бы сомнения все равно, что, возможно, имеет смысл какой-то другой подход подыскать к этим теням, но вот пока мне не удалось. Единственное, что я говорю, вот если пальчиком только это вот все наносить каким-то образом, но все равно вы видите, что тени усыпучие. Сыпятся они, вот хоть как наносить, все равно сыпятся. Поэтому все, что могу сказать, те, кто еще не приобрел эту палетку, я не рекомендую вам приглядываться к ней, потому что она достаточно дорогая, на мой взгляд, и качество теней вас разочарует однозначно. Те, кто уже приобрел, расскажите, как вы приспособились к этому качеству теней, потому что вот, ну у меня пока это вызывает просто недоумение. И более того, я хочу сказать, что зимой, вот когда я получала в подарок еще одну подарок от Sephora, то есть как бы, я не знаю, помните вы или нет, вот такого вида, тени вот такие вот. Я должна сказать, что многие из этих коричневых оттенков, в общем-то, похожи на оттенки в этой палетке. Ну даже тот же хайлайтер, он точно похож. В общем, смысл в том, что вот эти оттенки, они тоже сыпятся, но при этом они гораздо лучше передаются на глазки. Уж я не знаю. Кстати, вот этот вот оттенок, который мне очень-очень нравится, я не знаю, будет вам видно, нет, но это точная копия вот этого оттенка. То есть как бы многие здесь, они, в общем-то, повторяют эту палетку. Поэтому, если вы хотите сэкономить и при этом попробовать оттенки вот этих теней в этой палетке, я думаю, что выгоднее будет приобрести вот такую вот маленькую палетку. Она, по-моему, еще есть в продаже, и ее стоимость около 900 рублей, не больше. Я просто видела ее в магазине, я знаю. А вот эта палетка, она точно стоит больше полутора тысяч, и не стоит эти тени. Качество их, я не знаю почему, но вот оно гораздо хуже, чем в этой маленькой палетке. Так что вот такое вот было мое мнение. В общем и целом, тона, конечно, здесь подобраны достаточно интересно. И надеялась я, что с ними удастся поиграться как-то. То есть макияжи какие-то придумать интересные. Но при всем при этом, конечно, то, что тени вот так вот кошмарно пылят, как-то наложить тон максимально адекватно, к сожалению, проблематично. Вот такой был у меня обзор на палетку от Sephora. Поделитесь своим мнением. Буду очень и очень благодарна. И, конечно же, рекомендации от тех, кто как-то приноровился к использованию именно такого качества теней. Мне бы тоже хотелось каким-то образом наладить все-таки, скажем так, использование этой палетки. Вот такой был обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.